Глава 2. Разбор оздоровительного процесса при некоторых заболеваниях. Астма. Огромное вам спасибо и низкий поклон за возвращение здоровья мамы. Операцию по поводу удаления желчного пузыря ей сделали в 1988 году, но камни в печени и желчных ходах образовывались и копились, почистив кишечник с лимонной кислотой, но результатов не было. Почистив кишечник этот весной с уриной, взялись за печень. Сколько же было камней? В 1980 году у мамы началась астма. Кто-то посоветовал пить урину 12-летней дочери и после 10 процедур все прошло. Лечили насморк, всего за 2 дня проходит, а раньше понадобилось бы 7-10. Комментарии и рекомендации. В данном случае быстрое лечение можно вести тем, что у женщины не было энергетического застоя на полевом уровне, а всего лишь накопление слизи на физическом. Применение урины, обладающей теплотворными и слизоочищающими свойствами, насыщенной иммунными телами молодого организма, быстро привело все в норму. Здесь важно и то, что уриновый донор максимально был совместим. Молодая программа развития, записанная на урине дочери, восстановила, подремонтировала, разбалансированную программу функционирования материнского организма. Аллергия на цветение. Делала клизмы, пила по утрам урину, обтиралась упаренной урины, после чего чувствую себя бодро и тепло во всем теле. Похудела и чувствую себя лучше. Прием урины 3 раза в день. Очищение кишечника, компрессы из упаренной урины на ночь. Выходил густой гной, затем вода из уха. Были боли внутри и за ухом. Прошел хронический отит. Прошла боль в ногах, кашель и аллергия. Комментарии и рекомендации. Что собой означает похудение? Организм избавился от балластных, старых и больных клеток. Это привело к возрастанию энергетики организма, которая ранее тратилась на обслуживание вышеуказанных клеток. Усилению теплотворных способностей. Почему возникла аллергия на цветение? Во время очищения выходит слизь из толстого кишечника, из рудной клетки в виде кашля, в виде гноя из области головы. Это говорит об одном – тотальном ослезнении организма, сдвиге внутренней среды в сторону загнивания. Аллергия – это общее загнивание организма от тотального ослезнения, которое возникает из-за понижения теплотворных и пищеварительных способностей организма. Другими словами, понижение жизненного принципа желчи. Аурина обладает выраженными теплотворными способностями, особенно молодого человека. Цветение – это выброс пыльцы, который обладает сильнейшими слизистыми качествами. Попадая в организм переполненного слизью человека, она резко возбуждает жизненный принцип слизи, что и проявляется в виде насморка, кожной сыпи и других характерных признаков. Медикаментозно вы никогда не избавитесь от аллергии. Наоборот, к имеющейся слизи прибавятся шлаки от лекарств, что со временем вызовет еще более серьезные заболевания. Очищение организма на всех уровнях в сочетании с уринотерапией – мощное радикальное средство от любого вида аллергии. Сахарный диабет. Первое. Меня зовут Алексей. Мне 13 лет. Я болею сахарным диабетом уже год. У меня первый тип инсулинозависимый. Хронический танзелит. Сахар в крови достигает 21,8 единиц. Моча светлая и сладкая. Мама купила в вашей книге второй и третий том. Я начал пить урину по утрам. 200 грамм. На ночь делал компрессы из упаренной до 1,4 мочи. Делать я это начал по лунному циклу, как описано в книге. Через неделю таких процедур у меня вышла сыпь на животе. Потом прошла. Через 3 недели я начал очищать толстый кишечник. Нашел первый том. Через 6 процедур у меня участились судороги ног. И вот уже третий день. Вечером стала ломить поджелудочную железу и правую почку. Я обследовался в больнице. Мне сказали, что она опущена. Посоветуйте, что мне делать дальше. Я по-прежнему пью мочу, не обращая внимания ни на какие боли. И еще у меня покрылся гнойными прыщечками язык. Второе. Полгода назад у моего 10-летнего мальчика выявили сахарный диабет. Начало диабета было легким и врачи назначили нам травы. Об уринотерапии я слышала еще от бабушки и месяц спустя уговорила сына пить мочу. Пил он каждое утро среднюю порцию мочи. А затем, после прочтения ваших книг, он стал пить 3 раза в день. Прочистили ему кишечник. Вначале мочой, а потом мочегоном. Печень 2 раза. Из которой первый раз была рвота. Делали компрессы из мочегона на область поджелудочной железы. Во время ее активности. Мочу пили в это же время. Кроме этого, во время лечения была еще 4 раза рвота. Сопровождающиеся небольшими головными болями, которые быстро проходили. Самочувствие у сына было нормально. Затем в мае анализы стали ухудшаться. Сахар в крови 13, моче 6,4. Появился ацетон. Резко положительная реакция. Я медицинский работник и знаю, чем грозить появление ацетона. Комой. Поэтому в июне легли в больницу, где ему назначили инсулин. В чем была моя ошибка? Можно ли еще что-то сделать? Можно ли применять мочу во время лечения инсулином? Или уже все закончено? Комментарий рекомендации. Первый случай говорит о сильной зашлаковке организма. Сыпь на кожу живота. И языке говорит об этом. Помимо этого, у мальчика ослаблена полевая форма жизни, из-за чего произошло опускание органов. Их необходимо поднять. Это можно сделать обратными позами йога. Стойка на плечах, плух. А также при выполнении аутогенной тонировки. Создать мыслеобраз правильного положения опущенного органа. В плане питания. Кушать продукты, богатые фруктозой, а не глюкозой. Регулярно потреблять хлеб из проросшего зерна. В плане физической нагрузки. Стимулировать организм на удержание и усвоение натуральных сахаров. С помощью длительных прогулок, бега, занятий с тяжестями. Во втором случае, также произошла зашлаковка организма слизью, что повлекло за собой нарушение со стороны гипофиза, а от него передалось на поджелудочную железу. Рвота после приема урины свидетельствует о перегрузке слизью в верхней части тела, включая голову, небольшие головные боли. Советую питаться с учетом биоритмологической активности пищеварительных органов. Еда на ночь – один из главных факторов, постоянно ухудшающих работу поджелудочной железы. Вечером пейте отвары из сухофруктов. Как в первом, так и во втором случаях налицо энергетический застой в полевой форме жизни, вызванный травмой, эмоциональным зажимом и так далее. Необходимо удалить его. Именно эта причина повлекла безрезультатность лечения во втором случае, да и в первом. Для очищения полевой формы жизни применяйте для детей дианетику, для более старших – дыхание, счастье, ребёфинг или холотропную терапию. Важно найти травматический случай, после которого возник сахарный диабет или переживание. Сильное эмоциональное переживание. Этот случай надо прожить несколько раз, чтобы его патогенная энергия рассеялась или вывелась наружу. В результате застой будет ликвидирован и функция поджелудочной железы восстановится. Помните, ранние случаи сахарного диабета, как правило, имеют какую-либо травматическую причину. У взрослых, помимо этого, сказывается общая зашлаковка организма. Итак, исключив патогенное влияние окружающих факторов, очистив все уровни человеческого существа и правильно питаясь, вы в 100% случаях избавитесь от сахарного диабета. Для верности добавьте уринотерапию. Как правило, дополнение мы сейчас. Сахарный диабет первого типа, это когда поджелудочная железа разрушилась и перестала вырабатывать инсулин. Здесь очень важно сразу же попытаться восстановить ее. Если процесс прошел какой-то, то есть время упущено, поджелудочная железа полностью разрушается, и в итоге человек становится зависимым только от инсулина. Конечно, возможны варианты лечения, но это уже не здесь, надо разбирать. Сердечные болезни. Первое. Недостаточность метрального клапана, метральный порог сердца со стенозом, ревмокардит, вегетососудистая дистония, гастрит с повышенной кислотностью, гемморрой, постоянные простудные заболевания, головные боли. Прием урины ежедневно. Три раза очистила печень. 21 день голодала весной. Продолжаю голодать 36 часов каждую неделю. Отказалась от мяса. Результат. Кардиограмма и УЗИ сердца показали, что у меня нет недостаточности метрального клапана. Нет метрального порога со стенозом. Исчезли боли в суставах ревматического характера. Перестала болеть простудными заболеваниями. Нет чувства слабости и апатии. Комментарии и рекомендации. В данном случае из-за сильной общей зашлаковки организма возникли сердечные заболевания. Помимо очищения очень сильно помог 21-дневный голод, который восстановил работу сердечно-сосудистой системы, укрепил само сердце. Второй девочкой 6,5 лет. Врожденный порог сердца. Врачи из Таганрога направили на операцию в Москву. Была рекомендована очистка печени. 21 июня 1994 года. После их смягчения организма была сделана чистка печени. Рассказывает очевидец и руководитель очистительной процедуры Татьяна Абрамовская, которая в то время вела курсы оздоровления в городе Таганроге. Я этой девочке сама чистила печень. Даже предвидя многое, не знала, что с нее выйдет. Самый большой камень был со средней грецкий орех. Шесть величиной с фасоль. Огромное количество слизи. Белые глистные лохмотья. В общем, всякой дряни всего не опишешь. Дни через шесть у нее был огромный самопроизвольный очистительный выброс через нос, бронхи и кожу. Теперь девочка чувствуется великолепно. Бегает, не задыхается. Урину пьет с удовольствием, без сахара и меда. Бабушка Эллы, так звали, девочку специально понесла вышедшие при чистке печени камни и сфотографировала их на цветное фото в натуральную величину. Одно фото она прислала мне и я демонстрирую его. Мои комментарии. Порог сердца отметина в клеточной памяти в период внутриутробной жизни. Скорее всего, что-то произошло в течение первого месяца зачатия. Ну, такое предположение. Помимо питания, очищение обязательно очистится на полевом уровне от этой патологической раковины в области сердца. Считаю, что лучше всего для этого подойдет генетический метод. Но его надо знать. Поэтому осваивайте дыхание и счастье. Этот случай показывает, как много может сделать для нормализации работы организма всего лишь одно очищение. Поэтому на него надо обратить внимание в первую очередь, а не на питье урины. Несварение желудка. Начал по утрам пить урину по 7 глотков 150-180 грамм. Чистить кишечник. Делать горячие в ванной с последующим обливанием холодной водой. Мочегон кишечник хорошо принимает. Болей не было. Несварение желудка прекратилось. Самочувствие улучшилось. Комментарии и рекомендации. Дополнить вышеуказанное очищением печени и правильным питанием с учетом биоритмологии. Горячие в ванной питье урины восстановили теплотворные и переваривающие функции желудочно-кишечного тракта. Что положительно сказалось на всем организме. Постинфекционный церебральный арахноидит. Желудочковая гидроцефалия. Сыну 23 года. Он окончил университет и поступил в аспирантуру. Но сейчас стал инвалидом второй группы. В детстве перенес дизентерию. В 4 года. Воспаление легких. В 6 лет. В 9 лет. Начались резкие головные боли. Стал весь желтеть. Зачем по всему телу стали выходить гноники. Это после того, как начали колоть ртутные препараты. Взяли мазки. Везде. Из носоглотки. Из гноников. И оказалось, что везде находится стафилококк. Часто лежал в больницах. Жил только на лекарствах. Очень много облучали. Делали снимки головы. Сейчас у него страшные головные боли. Лежал несколько раз в больнице. Искололи страшное количество лекарств. Опять много облучали. Но состояние не улучшается. Девушка его любимая. Бросила его. И вышла замуж. Он совсем один. Врачи бессильны. Ему помочь. Что нам делать? Комментарий и рекомендации. В данном случае включение клеточной памяти на осмысленную информацию, полученную ребенком, до того, как он мог понимать смысл речи. Скорее всего, эта информация была введена во время родов. Никакое обычное лечение в данном случае не поможет, а лишь усугубит общее состояние, что и произошло на самом деле. Необходимо ликвидировать клеточную память, возможные эмоциональные зажимы и тому подобное с помощью вышеописанного. Затем пройти весь курс очищения, правильно питаться. Что еще можно добавить? У этого человека вырежена конституция желчи. Жизненный принцип желчи имеет тенденцию перевозбуждаться от усиленного мыслительного процесса. Вот откуда сильные головные боли. Для успокоения хорошо подойдет трансцендентальная медитация. И сейчас я бы порекомендовал применение кровоочистительных процедур, а именно от разного рода паразитов, в первую очередь от стафилокока, который поразил весь организм. Для этого использовать керосин. То есть все, что вот до этого было сказано и описано в книге, конечно дело хорошее, но керосин будет намного намного лучше. То есть здесь гнойродная инфекция поразила организм. Поэтому выше указанной рекомендации не совсем корректны именно для этого случая. Это пояснение моей в 21 году. Геморрой. Мне 46 лет. Я бывший офицер. 6 лет назад уволился из вооруженных сил по состоянию здоровья. Болячек было много. Гипертония с ужасными головными болями. Песок в почках. Расширение вен на ногах. И что самое меня досаждало, геморрой в самой ужасной форме. Где только не был и что только не делал. Каких врачей я только не прошел. Жил я только на таблетках. Это ужасно. Я увидел вашу первую книгу и заинтересовался. А потом, по вашей методике, начал чистить кишечник с упаренной до 1,4 урины. Все прошло великолепно. Кровяное давление пришло в норму. Головные боли исчезли совсем. Вышел песок из почек. При стуле перестало идти кровь. Но выпадение розы осталось и продолжается. За месяц я отказался от лекарств совсем. Стал пить 50 граммов утренней средней урины. Соленовато и горьковато на вкус. Пью всего 2 недели. Но тем не менее, результаты поразительны. Раньше ходил в туалет раз в 2-3 дня с ужасными болями внизу живота. После туалета двигаться не мог. Лежал где-то 40 минут. А то и час. Теперь другое дело. Хожу каждый день нормально. И после этого нормально двигаюсь. Боли внизу живота исчезли. Чувствую себя сейчас отлично. Я так хорошо не чувствовал себя лет уже 15. По вашей методике, занимаюсь уринотерапией полтора месяца. Посоветуйте мне, как быть с выпадением розы. Комментарии и рекомендации. Чтобы избавиться от геморрой, необходимо очистить печень. Если после 5-7 чисток, лучше двойных, чтобы дело шло скорее. Геморрой останется, значит причина полевой формы жизни. Чистить себя на полевом уровне, применять мыслеобразы для укрепления ануса. Очень хорошо в данном случае поголодать. Дней 7-14. Запор. Первое. Мне 57 лет. У меня запоры с детства. Остеохондроз. Киста яичника. Удалили. Обострение язвы 12-сперстной кишки. Особенно при переживаниях. И так далее. Слабительные почти не помогают. Стула не могу добиться даже клизмы. Появилась плаксивость. Лачу по любому поводу и без повода. Похудела. Хотя полной никогда не была. Начала голодать раз в неделю. Но ничего хорошего не почувствовала. Три дня подряд сидела в горячей ванне. По 20-30 минут. Затем обливалась холодной водой. Утром натощак пила мочу 8-летнего внука. Клизмы делала по 1 литру целую неделю. Затем вторую через день. И так далее. Эффекта никакого. Питание свое изменила. Ем проросшую пшеницу. Орехи. Чай пью отдельно. Ем больше овощей. Стала заниматься гимнастикой. Большому огорчению. Желета там никаких. Может мне нужен какой-нибудь совет? Комментарии и рекомендации. Запоры с детства указывают на мощную клеточную память. Обострение язвы 12-перстной кишки указывает, что жизненные ситуации активируют ее. И более того, добавились новые зажимы, которые провоцируют ненормальное психологическое состояние. И добавляются новые и новые психосоматические болезни. Остеохондроз, киста яичников и так далее. Результата нет, потому что причина находится на другом уровне. И очистить полевую форму жизни. И тогда появится результат. Второе. Прошу дать совет относительно моей дочери. В 3,5 месяца у нее появился жуткий диатез. Поставили диагноз детская экзема. 4 месяца рахит первой и второй степени. Теперь о лечении. С 10 месяцев начали поить уриной. Делать массаж с тиранием урины. Чудо, через 3 дня от экземы не осталось и следа. Но очень волнуюсь. Удастся ли вылечить рахит и еще ее мучают запоры. Как только начали давать урину, было облегчение 1-2 недели. А теперь снова запоры и урина не помогает. Как нам быть? Комментарии рекомендации. Как в предыдущем случае. Клеточная память появилась до рождения или в момент родов. Надо ее разрядить. Возможно здесь просто-напросто неправильное питание. А именно начали делать прикорм. И отсюда и все это пошло. А не клеточная память. Заодно проверить питание. Соответствует ли оно возможностям пищеварительного тракта вашей малышки. Если вы ее кормите своим молоком. То ни о каком диатезе не должно быть и речи. Скорее всего в ход пошли искусственно-крахмальные смеси. Которые не перевариваются желудочно-кишечным трактом ребенка. Из-за отсутствия соответствующих ферментов. А забивают каловыми камнями или крахмалистой слизью толстый кишечник. Не давая ему нормально работать. Отсюда же вытекает и причина рахита. Если кормите молочными смесями на крахмалистом мучной основе. То забилась печень за 4 месяца. Нарушился минеральный обмен веществ. И в организме налицо рахит. Чем кормить ребенка в таких случаях? Делайте хлеб из проросшего зерна. Тщательно его пережевывайте в молочко. Этим молочком кормите ребенка. Далее несколько разнообразить питание за счет натуральных продуктов. Соответствующий раздел питания вы найдете в первом-втором томе. А совет самый лучший. Детей кормите грудным молоком. Тогда у вас не будет вот таких вот проблем. Боли в кишечнике. Сильно болит кишечник. Была операция 12-перстной кишки с ушивами. Потом прицепился бронхит. Болею 8 лет. Потом стали болеть суставы. Я делал опять клизм с 1 литром урины. Затем 3 с мочегоном. Пошли каловые камни. Начало хватать печень. На фоне очистки кишечника стал очистить печень. Вышло пол унитаза камней разных расцветок. После первой чистки печень опять хватает. Тут же просит вторую. На дворе октябрь. И не прошло еще 3 недели. Печень хватает. И я делаю вторую чистку. Но подготовилась плохо. И результат нулевой. Еще через неделю делаю третью. Выпив вместо сока лимона мочегон. Результат ошеломил меня. Даже вышел песок из мочевого пузыря. Стала голодать на воде и моче. Делать компрессы и массаж с мочегоном. 6 дней голодала так. Начала хватать печень. Но у меня вы. И я жду окончания голода и 2 дня выхода еды. И тогда думал очистить печень. Но печень сегодня очистилась самопроизвольно. Что-то выбросило и перестало болеть. Кашлять стало 1 раз в 2 дня. Перестало знобить. Хорошо дышу полной грудью. Стало лучше видеть. Улучшилась память. Опять выросли брови. Но очень болят тазобедренные суставы. С первого дня выхода из голода бьюсь над составлением меню. Но ничего не выходит. Какие продукты инь, какие янь, сколько и чего достаточно в день для получения удовлетворения организма. Комментарии и рекомендации. Почему разболелись тазобедренные суставы? Произошло перевозбуждение жизненного принципа ветра от голода и предыдущим образом жизни. Для устранения необходимо применять горячие ванны и втирать оливковое или топленое масло в область таза, тазобедренные суставы и поясницу. Для составления правильного питания вам необходим мой новый переработанный первый том. Там все описано. Что касается янь и инь, скажу кратко. Яньская пища насыщена гравитационной энергией и способствует сжиманию организма. Это в основном сухая вареная пища, насыщенная микроэлементами, удерживающими воду в организме. Инская пища насыщена электромагнитной энергией и способствует расширению организма. Это в основном свежерастительная водянистая пища, насыщенная микроэлементами, выводящими воду из организма. Нажимайте на хлеб из проросшего зерна и на тушеные овощи. Будете довольны. Насморк, сильные боли в горле. После того, как я трижды теряла голос, работая музыкальным работником, решила восстановить его сама. Что я делала? Первое. Поза льва. Ежедневно по пять раз в день. Их несколько разновидностей, но главное достать языком грудь на выдохе. При этом происходит сильное напряжение гортони. На вдохе расслабить и убрать язык в рот. Второе. Перепробовала полоскание гортони различными травами. От всего у меня сушила слизистую. Вычитала в старинной книге рецепт «Медовое пиво». Одна чайная ложка меда на один стакан воды дать закипеть и снять с огня, полоскать горло в течение дня. И этот рецепт помог мне. Третье. Когда начинается обострение, смазываю горло настойкой орехов на керосине. То есть стадикам. Полбутылки орехов белых с ядрами и скорлупой. Залить профильтрованным керосином. Закрыть сосной и настоять неделю. Это средство за один день лечит ангину, если в день смазывать и компресс делать на область горла. Четвертое. Делала на ночь массаж. Смазывала снаружи шею камфорным маслом и втирала его под подбородком к ушам и спускаемся до щитовидной железы. Затем завязать горло шерстяным платком на ночь. С помощью этих способов я смогла хоть спокойно говорить и не терять голоса. После курса такого лечения я забыла о насморках и сильных болях в горле. Комментарии и рекомендации. Можно и так восстанавливать голос, но это порочное медициноподавление. Что происходит на самом деле? Человек кушает как попало, зашлаковывается. Шлаки скапливаются там, где им положено, в районе горла, носа. Человеку это не нравится и он с помощью вышеописанного разгоняет шлаки по организму, делая это место чистым, ликвидируя симптом, но не причину. Шлаки могут скопиться в других местах организма, менее удобных и естественных для своего введения и дадут такое обострение, с которым уже будет справиться намного тяжелее. Мой совет. Не складируйте шлаки в собственном организме, а с помощью вышеописанных мной очистительных процедур, разумного голода, выгоняйте их вон. Вся телевизионная реклама от насморка с помощью таблеток сделает вас хрониками. Поразмыслите над этим всем. Куда делась слизь текущая при насморке после приема таблетки? Эпилепсия. Речь пойдет о моей дочери, ей 20 лет. Она больна эпилепсией. С 5 лет у нее малая эпилепсия, а с 16 большая. Принимает таблетки от этой болезни с 11 лет 3 наименования. Суксилеп, бензонал и триметин. 9 штук в день. Помимо этого заболевания у нее много других. Желудок, кишечник, печень, прыщи, храп ночью. Всегда холодные руки и ноги. Плохая память и соображение. В прошлом году она зимой лежала в больнице с припадками. Лежала в реанимации неделю. Полностью была потеряна память, но потом через месяц постепенно восстановилась. Летом она начала лечиться уриной по Армстронгу. Она очень хотела вылечиться. Сначала она пила свою мочу месяц. Потом у нее появилось еще больше прыщей на лице. Она прекратила пить свою урину. Стала пить мою. Затем она решила делать голодание. Несколько дней была рвота. Были большие припадки. Малого не было ни одного. Стул был каждый день. Пала тихо, как ребенок, без храпа. А на 20-е сутки ночью начались такие припадки, что я не знала, что мне делать. При голодании я растирала ее. Два часа все тело урины. А когда ночью начались припадки, тоже растирала ее своей уриной. Мне пришлось после девяти больших припадков вызвать скорую. На этом все. Лечение кончилось. Что нам делать? Комментарии и рекомендации. Налицо включение клеточной памяти при достижении человека возраста, когда он начинает понимать смысл сказанных слов. В пять лет эти определенные словосочетания включили патологию. К 16 годам добавились новые зажимы, искажения, которые постоянно активировались жизненными ситуациями. Например, при обращении с матерью близкими и так далее. А вот в больнице провоцирующих жизненных ситуаций нет, и человек приходит в себя. От неправильного лечения произошла сильнейшая лекарственная зашлаковка на физическом уровне. Отсюда пошли прыщи, рвоты. Голодание начало раскручивать и выводить вон из организма эмоциональные зажимы. Отсюда припадки. Можно было их пройти на голоде. Припадки есть выход из тела эмоционального разряда. И выздороветь, что крайне жестко. А можно разряжаться с помощью дианетики. Вот вам ответ на ваш вопрос. После 500-1000 часов генетической терапии приступайте к очищению и так далее по книгам. Конечно, это легко сказать. Чем сделать? Стул на голоде, причем каждый день, говорит о перенасыщении организма шлаками лекарственного и пищевого характера. После разряжения клеточной памяти необходимо сделать фракционное голодание для очищения и восстановления функций физического тела. Конечно, не совсем это верно. То, что я описал тогда. Сейчас у меня несколько иное мнение насчет этого. Шизофрения. Мне 42 года. У меня шизофрения. Болею уже 14 лет. Болезнь развивается по нервозоподобному типу. Меня начинает трясти. Появляются страхи. Все точки сливаются в рожицы. В течение дня нет настроения. Ослаблена память. Раздражительность. Лекарства принимаю все 14 лет. Очень хочу почиститься. Так как сильно зашлакована, прыщавая кожа, выпадают волосы. Хочется почиститься и полечиться уриной. Как мне приступить к самоздоровлению? Комментарии рекомендации. У данной женщины от определенных жизненных ситуаций активируется информация о поведении другой личности. В период бессознательности на клетке было записано поведение другого человека, его речь, манера держаться, высказываться и так далее. Как только создается подобная ситуация, человек перевоплощается и ведет себя совершенно по-другому. После прекращения провоцирующей ситуации человек становится самим собой. Надо разрядить клеточную память любым из вышеописанных средств. Страхи, раздражительность, ослабленная память и самопровоцирующая нервозоподобную ситуацию прямо указывают на причину и способ лечения. А вот потом вы можете приступать к очищению по полной программе и далее. Действовать по первым трем книгам. Нервозность, психические срывы. Первая. Купила и прочла ваши три книги по оздоровлению организма. Очень заинтересовалась методикой самоисцеления. Но как правильно применять их на своем организме и с чего начать лучше, мне не совсем ясно. Да и не совсем уверена, что смогу выполнить все правильно. Есть какие-то сомнения о себе. Мне 28 лет. После рождения ребенка в 1989 году нарушение менструального цикла. Лечение медикаментами результата не приносит. Да и нервная система также ослаблена. Могу легко довести себя до срыва. Врачи поставили диагноз вегетососудистая дистония. Очень хочу помочь сама себе. Желание настолько велико, что в голове полный хаос. Второе. Я очень хочу вылечиться. Прочитала три тома ваших книг и уже начала кое-что выполнять. До этого я читала книги Брега, Шелтона, Иванова, Дерябина и Ситина. И вы знаете, занимаясь по ним сначала, почувствовал улучшение. Я весил 96 кг. Буквально через 4 месяца стал весить 75. Но произошел психический срыв и начал обратно принимать таблетки. То же самое случилось и после занятий по вашим книгам. Психический срыв и, а я верю, что можно лечиться без химических препаратов. Не могли бы вы дать мне рекомендации по восстановлению моего психического здоровья. До 28 лет я был вполне здоров. И вдруг болезнь. Попадаю в психбольницу на 2 месяца. После этого мне ставили диагноз эндогенное заболевание. Затем все нормально. Занимался спортом. Но через 3 года повторяется та же болезнь. Снова таблетки. Мне 36 лет. И очень обидно быть больным. Комментарии и рекомендации. В первом случае роды образовали клеточную память. Во втором что-то произошло до 28 лет, что образовало энергетический зажим. А затем жизненная ситуация спровоцировала его и вызвала психический срыв. Как в первом, так и во втором случае энергетический зажим в полевой форме жизни привел к эндогенному заболеванию. Только применение очистительных процедур для полевой формы жизни может надежно, без рецидивов, избавить этих людей от нервных срывов. Острый пульпит. Я медработник. 4 года серьезно занимаюсь изучением нетрадиционных методов лечения и систем оздоровления. Компресс из упаренной урины в своей практике применила впервые. Вылечила зуб. Острый пульпит. Наложила компресс из упаренной урины на щеку. Очень болела, но прошло за один раз. Комментарии. Острый пульпит. Воспалительный процесс в результате загнивания тканей возле зуба. Упаренная урина, во-первых, за счет закисления, ликвидирует гнилостную среду. Во-вторых, за счет обилия минеральных элементов, обладает сильными, рано заживляющими свойствами. Вот эти два механизма сработали и результат налицо. Вены на ногах. Я пью урину с февраля 1994 года. У меня перестало болеть сердце. Стало легко приседать на колени. Раньше была острая боль, которая обострялась весной. Прошел грибок на ногах, вылечила перхоть на голове, делала чистку печени. 200 граммов оливкового масла и столько же лимона. Только через сутки сходила в туалет два раза и не слишком много вышло из организма. Цвет темно-зеленый. Посоветуйте, как мне избавиться от сильно выделяющихся вен на бедре. Я пыталась натирать их урины, но это не помогает. Единственное, от втирания я тело своего не чувствую, словно летаю на крыльях. Комментарий рекомендации. Перестало болеть сердце от того, что в урины содержатся вещества, поддерживающие деятельность сердца. Прошла боль в колени. Скорее всего, рассосалось отложение солей в сухожилиях коленного сустава. Возможно, он был ранее травмирован. Почему боль обострялась весной? За зиму человеческий организм набирается пищевых шлаков, а в теплое время года они приходят в движение. Отложение солей – процесс медленный, тихий, происходящий в течение всего холодного времени года. А выход гораздо быстрее из-за наступления теплоты, активации работы печени, в результате чего наступает боль. Летом сухожилия от тепла и потребления растительной пищи более-менее очищаются, и человек чувствует себя нормально. Для того, чтобы избавиться от выделяющихся вен на бедре, наличие застой венозной системы кровообращения, надо печень раз 5-10 почистить. Можно применить методику двойных чисток. Питаться пищей, содержащей больше жидкости. Пить омагниченную противоводу и отвары на ее основе. Прогреваться в бане или в ванной. И обязательно почиститься на полевом уровне. Стимуляция детородной функции. Я козерух, мне 38 лет. Была оперирована камни на правой почке. После операции ни разу не болела по поводу почек. Зимой болею простудами, гриппом, ангиной и часто воспалением придатков. 14 лет была замужем и не могла родить ребенка. Может быть, вы своими советами поможете мне испытать великое счастье женщины. Родить ребенка. Комментарии и рекомендации. Вы абсолютно не работали над собой. Зашлаковались до предела, как на полевом уровне, так и на физическом. Вам необходимо почистить и то, и другое. Правильно питаться. Особенно есть хлеб из проросшего зерна. Создать и поддерживать в течение 2-3 месяцев яркий образ здоровых половых органов. Мужчине также необходимо есть проросшее зерно, а главное быть совместимым с вами энергетически. Я уверен, что ваши проблемы положительно разрешатся после очищения физического тела. Если не поможет, применяйте очищение полевой формы жизни и уринотерапию. Питье урины 2-3 раза в день по 50 граммов. Компрессор на область малого таза из упаренной урины и шпринцевание. Вначале обычной, а затем упаренной. Псориаз. Очистка кишечника и печени избавили меня от заболевания века, аллергии, аллергический насморк, отечность слизистых оболочек. Если вы располагаете методом лечения псориаза, прошу вас, помогите мне избавиться от этого недуга. Причина этой болезни у меня уходит в нервные расстройства и увеличение щитовидной железы первой степени. Обострение псориаза в осенне-зимнее время. Комментарии и рекомендации. Когда говорится о причинах нервного характера, значит на лицу имеются зажимы эмоциональные и клеточная память. Первым делом надо очистить полевую форму жизни от них. Далее говорится об аллергии. А это в свою очередь указывает на ослезнение всего организма. Чистки на физическом уровне, кишечника и печени в значительной степени выгребли слизь из организма. Что положительно сказалось, исчезла аллергия. Но как нам быть с псориазом, который обостряется в осенне-зимнее время и почему именно в это время обостряется? Чем характеризуется осенне-зимнее время года? Первое. Согласно биоритмологии, в это время наиболее слаба функция печени, которая заведует теплотворными и переваривающими способностями организма. Осенне-зимнее время оказывает на организм влияние в виде охлаждения, сгущения коллоидов организма, увеличением гравитационной энергии в организме, то есть ян энергии, и уменьшением электромагнетизма, то есть инь энергии. Какие выводы можно из этого сделать? Во-первых, у данного человека понижена функция жизненного принципа желчи. Во-вторых, эта функция не справляется, когда холодный сезон года к ней предъявляет повышенные требования. В-третьих, это выражается в накоплении слизи из-за неполностью переваренных и усвоенных продуктов. А ввиду того, что в это время года активизируется легкий толстый кишечник, который связан с кожей, начинается интенсивное выделение слизи через кожу, в результате чего появляется псориаз. Или он обостряется. Как только функция печени входит в норму, то есть стимулируется теплым временем года, она самостоятельно справляется со шлаками, улучшается пищеварение и псориаз проходит. Обострение исчезает. Почему понизилась активность печени? Произошли эмоциональные зажимы, которые вызвали энергетический застой в области печени. Это, скорее всего, невысказанная раздражительность и неудовлетворенность. Ослезнение организма привело к изменению пространства и времени в результате зоб. Рекомендую очиститься от эмоциональных шлаков с помощью дыхания и счастья. Во время этой процедуры у вас появятся боли в области печени и поджелудочной железы. Вы обязаны сделать несколько сеансов, чтобы все боли в данных областях и вообще во всем организме прошли. Боли указывают на засевшую в данном месте эмоциональную раковину. Наша задача – разрядить все раковины, искажения и так далее. В результате псориаз обязательно исчезнет. Что касается питания, то для поддержания функций печени, улучшения пищеварительных способностей всего организма, нам надо кушать моменты биоэтмологической активности пищеварительных органов, потреблять хлеб из проросшей пшеницы, а в холодное время года потреблять теплую пищу и напитки. Женские болезни. Первое. Мне 26 лет. Конституция желчь и слизи. Дело в том, что в связи с голоданием у меня нарушился менструальный цикл. Голодаю я с июля 1991 года по Брегу. С января 1992 года у меня не было месячных 4 месяца. Месяц есть и снова 2 месяца нет. Так было весь 1992 год. С июня по январь я сбросила 13 килограмм и сейчас вешу 62-63 килограмма при росте 168 сантиметров. В конце 1992 года и в 1993 я пила яблочный уксус с медом для восстановления месячных. Уксус помог. Месячные были, но не очень обильные, как раньше. Я обратилась к врачу-эндокринологу. Сдала анализы на определение гормонов. Они были плохие. Врач приписал мне бисфикурин на 2 месяца и повторить анализы. Анализы на гормоны показали улучшение. Врач еще раз назначил мне курс лечения 6 месяцев бисфикурин и 2 месяца нарколут. При замере температуры в анусе для построения менструального цикла ее оказывается недостаточно для того, чтобы забеременеть. Мне очень не хочется применять таблетки. Я прошу вас совета, что мне нужно делать. Я продолжаю голодать 1 раз в неделю по 36 часов, 1 раз 3 месяца 3 дня на воде или сухо, 1 раз голодаю 5 дней на сухо в 1992 году. Питаюсь в основном фруктами, овощами, иногда кашами, печеным картофелем. Яйца и мясо ем очень редко. Суп, сахар, жареное, не ем уже 3 года. Чай делаю из трав, но мне не хватает в общем жидкости из фруктов и овощей. Перечень продуктов, которыми я питаюсь. Капуста, морковь, свекла, лук репчатый, чеснок, петрушка, картофель печеный, греча, пшено, геркулес, яйца, творог нежирный, орехи фундук и грецкие, изюм, курага, мед, хлеб ржаной. С салатами сметана, в основном использую майонез и подсолнечно нерафинированное масло. Яблоки, апельсины, грейпфрут, бананы, семечки, помидоры, огурцы, брюква, все по сезону. Комментарии и рекомендации. Эта женщина допустила и продолжает допускать типичные ошибки. Применяет оздоровительные средства без учета собственной конституции и влияния сезонов года. Питается пищей, которая возбуждает жизненный принцип ветра. Я намеренно выделил продукты, которые обладают сильным ветровозбуждающими свойствами. Поэтому нет ничего удивительного, что подобный образ жизни привел к таким результатам. Что надо делать? Отказаться от голоданий, особенно сухих. Они вносят основной дисбаланс в жизненные принципы. Изменить питание. Все то же самое, но в теплом виде. Свекла, морковка, капуста слабо тушеные, теплые. Каши с маслом. Лучше с топленым маслом и в теплом виде. Сухофрукты только в размоченном виде теплые. Хлеб из проросшего зерна в теплом виде. Напитки в виде чаев и отваров в горячем виде. Влажные горячие процедуры типа ванны. Сурины или без нее. Смазывание тела топленым или оливковым маслом. После двухмесячного применения этой программы можно начать суточное голодание в дни Икадаши. А до этого срока должна наступить беременность. Дополнительно пройти очищение полевой формы жизни с помощью ребёфинга, дыхания и счастья. Отзыв читательницы Елены Щурков. Продолжаем жить вашей мудростью. Только теперь к дочери Ксении добавилась Василиса. Ей сейчас три месяца. Пишу об этом, чтобы пополнить вашу коллекцию живых иллюстраций. На третьем месяце беременности голодала три дня и потом по суткам. Питание вегетарианское, сыроедческое, натуральное, плюс молоко. Чистку печени провела на третьем и девятом месяцах. Прошли эффективно и хотя это были уже 13 и 14 чистка за два года, все равно с камнями. На третьем оливковая и клюква. На девятом оливковая и лимоны. Чувствовала себя нормально. Сейчас делаю масляной массаж и прочие летние процедуры. Питание то же самое. Молока грудного хватает и еще старше перепадает. Вес за время беременности набрала 6 кг. Дочь родилась 3 кг. Сейчас вешу как дородов 50 кг при росте 154 см. Не хочу, чтобы вы восприняли мое письмо как лезть с какой-либо корыстной целью. Я искренне благодарна вам. Вы изменили мою жизнь и в течение этих трех лет я все дальше ухожу от того физического и духовного заморыша, которым 20 лет жила до встречи с целительными силами. Конечно же, я имею в виду всю свою семью. Малышка воспитывается нами с учетом ваших и никитинских рекомендаций и выгодно отличается от старшей на том же этапе развития. Спасибо вам за то море здоровья и душевных сил, которые вы помогли мне высвободить. Комментарии. Каждая женщина, пользуясь моими книгами, может стать источником любви, жизни и счастья. Это все в вас уже заложено. Высвобождайтесь из рамок цепкой погони, глупости, предрассудков, необразованности и всеобщего вранья. Пейте нектар знаний и становитесь сами собой. Истинно сказано, да будет так. Второе. У меня фиброма матки с узлами. А в этом году обнаружили мастопатию фиброзно-кистозная форма левой груди. Врачи предложили делать операцию, а то будет рак. Купила ваши труды и начала лечиться уринотерапией. Прошла очищение клизмами, обычной и упаренной уриной. Трераза делала чистку печени. Придерживаясь рационального питания. Начала есть проросшее зерно пшеницы. Утром делаю обливание горячей и холодной водой. Комплексно делаю компрессы на грудь, упаренной уриной, тампоны по 20 минут во влагалище, утром и вечером. Боли в груди прекратились. Когда голодала на урине 3 дня, очень болела грудь. Голодаю раз в неделю на урине. Раньше перед менструацией были боли. А в этот раз не заметила, как прошла менструация без боли. Я вам благодарна. Знаете, самочувствие совсем другое и чувствую свежесть. Комментарии и рекомендации. Рекомендую продолжать. Для воздействия на фибруму применяйте очищение полевой формы жизни и образно-волевой настрой на ее рассасывание. Контрастный душ или ванны применяйте для органов малого таза. Почаще ходите в баню. Распаривать веничком малый таз, а потом прохладную воду и так раз 15-20. Главное почувствовать, как там кровообращение пульсирует. Но ни в коем случае не застудитесь. Обязательно закончить процедуру горячим прогревом. Придя домой, наложить большой компресс из упаренной урины на область малого таза и вставить тампон. Если есть возможность, то держать всю ночь, но начинать с нескольких минут, а в запущенных случаях с обычной урины, желательно годовалого ребенка. Третье. Моей дочери 24 года. Работа у нее сидячая, педагог по фортепиано. Болеет, кистома левого яичника, мастопатия груди, печень, колит, геморрой и головные боли. А это всего в 24 года. Ай-яй-яй. Врачи ее запугали, что кистома это рак. А если не рак, то перейдет в рак. Злятся, что мы начали лечиться по вашим книгам. А в раковой больнице смеялись над тем, что я предложила прикладывать мочу. Отбили руки, сказал, можете пить керосин, ха-ха. А сами ничего не сделали для лечения, только операция. Здорово сломали психику дочери словом рак. Это они умеют. Мне 61 год, и я взяла дочку под расписку лечить сама. 4 месяца ее лечила уринотерапией. Сначала гной ей бросился в голову. Уши, глаза и десна выдрали 3 здоровенных зуба в августе. Стала гнить челюсть. Восемь дней все ночи кричала на крик. Из десны вычищал дантист и гной, и кровь, и черную гниль. Думали конец. Стали прикладывать урину на ранку, на щеку компресс. На девятый день дантист перекрестился, и все прошло. В июле голодала. По 3, 4, 5, 7 и 11 дней. Мастопатия груди прошла, но болела и стреляла везде. За октябрь почистили 4 раза печень с интервалом в 10 дней. А в августе и сентябре чистили толстый кишечник. Что шло? Ужас! Сколько скверны! Тазами шла жгучая желчь. Зеленая, желтая, бурая, черная. А камней, видимо, невидимо. Сначала 65 больших зеленых и тьма мелких. А сколько скверны вышло! Патогенные микроорганизмы в виде куриных жопок и пупков с фуалевыми хвостиками. И ежики волосатые, и крокодильчики страшные и так далее. Вылечили мастопатию. Фаренгит, печень, колит, геморрой. Геморрой спрятался. Лицо стало чистым. Сама расцвела и стала поправляться. Сильно хочет есть. Но вот кистома с куриное яйцо осталась. Раньше была сгусиная. Что делать дальше? Комментарии и рекомендации. Результаты прекрасные. Надо продолжать все так же. Единственное, что добавить очищение полевой формы жизни. И методику, описанную в предыдущем случае. Распаривание, обливание тампоны и компрессы на ночь. Данная методика помогает восстановить циркуляцию в этом месте. Разрушит кисту. Восстанавливает регулировку этой застойной области со стороны организма. Полевой формы жизни. Но чтобы токсическое содержимое разрушенной кисты не разносилось по всему организму, надо надежно закислять компрессами из упаренной урины, массажами и тампонами. Эта же методика успешно помогает и при раке. В запущенных случаях все эти процедуры выполняют на фоне уринового голода. На выходе из голода, да и так в питании, больше включать свеклы. Пить свекольно-яблочную смесь соков. Примерно 50 граммов свекольного и 200 граммов яблочного. Начать вообще свекольного пить с одной столовой ложки. Пить 3-5 раз в день. Рак не любит железа и красного цвета. Четвертое. Мне 22 года. Сначала о моих заболеваниях. Синусовая, тахикардия, вегетососудистая дистония, хронический танзелит, хронический атит, хронический гастрит, хронический бронхит, левосторонний хронический пиелонефрит, ревматизм, люмба, кисты и увеличение яичников до и после операции. Первичное бесплодие. С 1 сентября начала практиковать уринотерапию. Очищала толстый кишечник простой уриной. Утром на 8 день резко ухудшилось состояние. Появились перебои сердца. Была сильная слабость. Болело все тело. После этого приступа было часто и обильное мочеиспускание. Я сделала организму передышку в 4 дня и снова продолжила чистку кишечника в течение всего месяца по указанной вами схеме в первом томе. Теперь собираюсь чистить печень. Как мне быть, если мне противопоказана горячая ванна и парная? Смогу ли я перенести клижмы и массаж из упаренной урины после такой ответной реакции организма на простую мочу? За эти 2,5 месяца я заметила некоторые улучшения. Первое. До уринотерапии меня каждый день беспокоили приступы тахикардии, появляющиеся без всякой причины, но особенно после принятия еды. За это время они появились у меня только на 8 день. Второе. Почти исчез проктит. Третье. Стал восстанавливаться менструальный цикл. Через 9 лет. Четвертое. Улучшилось общее самочувствие и настроение. С сентября начала менять свои вкусовые привычки. Исключила из питания мяса, молоко, яйца, дрожжевой хлеб, чай, кофе, сахар. Для меня сейчас любимыми лакомствами стали орехи и проросшая пшеница с медом. Очистив печень и придерживаясь правильного питания, смогу ли я восстановить свой нормальный вес? Комментарии и рекомендации. Что вам делать, рассказано в этих четырех книгах. Ответственность за свое здоровье обязаны вы взять на себя. Что с вами будет Богу известно в связи с вашей кармой? Я же посоветую очистить полевую форму жизни и продолжить то, что вы делали. Вы правильно поступили. Спустили обострение на тормозах. Так дальше и поступайте. Включайте свой разум и вперед. Пятое. Я верю в уринотерапию и стала заниматься ею с июня 1994 года, когда впервые остров встал вопрос об операции. Мне 46 лет. Диагноз – милома матки. 7-8 недель. И кистома левого яичника под вопросом. Все врачи, осматривавшие меня, настаивают на операции. Изучив вашу книгу по уринотерапии, у меня появилась надежда обойтись без нее. Я как физик, кандидат физико-математических наук, очень хорошо понимаю механизм действия урины и использование лунных циклов. С июня, за исключением менструального периода и некоторых дней по независимым от меня причинам, я пью ночную, в 4 часа утра урину, сколько смогу за раз. Мочусь на восток, нечетное число глотков в средней части струи. Спринцуюсь по утрам свежей теплой уриной в течение 20 минут. На ночь вставляю тампоны из 7-дневной урины, стараюсь придерживаться раздельного питания, очень мало ем мяса, стараюсь есть больше салатов и свежих овощей. Параллельно с этим, два раза за этот период провела очистку кишечника по океру. Из перепугу, курс питья трав, сложного рецепта по сложной технологии. Сосновые почки, плюс березовые почки, плюс крапива, плюс подорожник, плюс тысячелистик, плюс полынь, плюс чага, плюс мед, плюс столетник, настой на водке. Через некоторое время применяла в течение 3-х недель глина лечения. Красная глина со старой уриной. Один раз в сутки на 2-3 часа, сначала ночью с 3 до 5 часов, а позднее, так как решила, что это суточное время активности женских органов, выбрано неправильно, с 15 до 17 часов. А еще позднее, курс питья цветков картофеля. Все это в соответствии с лунными циклами. Чувствую себя очень хорошо, никаких болей нет и раньше не было. Но диагноз остался тот же и есть небольшое за 5 месяцев ухудшение. Сейчас приступила к голоданию на урине. На урине, плюс питье всей урины, воды, плюс принцевание свежей уриной по утрам, плюс тампоны из 7-дневной урины на ночь, плюс массаж из упаренной урины. Раньше никогда не голодала. Начала голодать со второй недели лунного цикла 11 ноября. Вопросы. Первое. Есть ли надежда излечить кистому яичника? Есть ли диагноз верный? Насколько я поняла, миома матки должна все же пройти. Второе. Как долго голодать и как узнать, когда его прекратить? Официальная медицина полностью отвергает такое лечение. Третье. Как быть с приемом урины в менструальный период? Четвертое. Можно ли для упаривания использовать такую урину? Пятое. Голодание, наверное, продолжать. К моменту менструального цикла будет 2 недели голодания. Смогу ли я ходить на работу? Шестое. Не знаю время активности женских органов. Изучив ваши таблицы и схемы, по аналогии с мочевым пузырем и почками, время активности выбрала так. Суточная с 15 до 19. Недельная середина. Три недели лунного месяца. Сезонная. Ноябрь, январь, февраль. Так ли это? Седьмое. Если так, то как тогда быть с глиналечением? Третью неделю лунного месяца организм все упитывает, а не выбрасывает. Что нужно при глиналечении? Женские органы активны именно в этот период. Восьмое. Глину брать холодную, смоченную старой уриной или раз в сутки на 2 часа. Правильно ли это? Девятое. Как долго следует выходить из голодания и как? Десятое. В какое время суток проводить растирание упаренной урины? Одиннадцатое. Можно ли и нужно ли одновременно с голоданием применять глиналечение? Вам огромное спасибо за очень умный гигантский труд и помощь людям. Комментарии и рекомендации. Ошибочка. Тампоны должны быть смочены в упаренной или свежей, лучше детской уриной, а не в старой. Но однако сейчас, я думаю, старая за счет вот небольшого аммиачного запаха тоже имеет свое такое интересное действие. Поэтому можно применять. Старую применять для того, чтобы вводить отторженное, гниющее на период от 30 минут до часа. Старая урина способствует ощелачиванию, гниению, а надо закислять, нормализовать кислую среду в организме, чтобы предотвратить гниение и так далее. Щелочная среда у растений и опухолей. Киста – это паразитические клетки, могущие существовать в щелочной среде и ее же продуцирующие. Уничтожая закисляющими свойствами урину эту среду, мы уничтожаем опухоль. Поэтому урина должна быть в таких случаях свежая или упаренная. То есть вот в частности разбирается, когда что применять. Вот отсюда и результат. Нет очищения печени. Это существенно замедляет процесс исцеления. Также надо очиститься на полевом уровне. Ответы на вопросы. Первый – да. Второй – голодать за 3 недели. О том, что кистома рассосалась, вы узнаете сами. Третий – в этот период урина используется наружно в упаренном виде. Приготавливать ее заранее. Четвертое – можно использовать. Пятое – а вот этого я не знаю. Со своего опыта скажу. Голодая 10, 18, 22, 27 суток, я выполнял все свои обязанности без скидок на голод. Шестое – вы правильно выбрали активность половых органов. Седьмое – применяйте в течение третьей фазы лунного цикла компрессы из упаренной либо детской до 2-3 лет урины из шерстяной ткани. Четвертую фазу применяйте глина лечения. Восьмое – глину брать холодную, смоченную в детской или упаренной урине. Катаплазию держать 2 часа. Старую урину используй с глиной только тогда, когда пойдет отторжение и не более часа за раз. Вообще следить за тем, как реагирует кожа на все это. Девятое – ответ во втором томе целительных сил. Десятое – растирание проводить во время активности половых органов с 15 до 17 часов. А одиннадцатое – можно, особенно во второй половине голода, когда разрушенная начнет выходить вон. Глина будет лучше расшлаковывать организм. Но в этом случае необходимо использовать подогретую глину, иначе замерзнете во время процедуры. Шестое – затвердение в левой груди с 1984 года. Принимала урину, дважды чистила печень и кишечник. Выходили глисты, кровянистые сгустки в виде печенки. Затвердение в груди полностью размягчается. Комментарии и рекомендации. Для полного исцеления надо использовать вышеуказанную программу. Компрессы из шерстяной ткани, смоченные в упаренной или детской урине на грудь. Печень раз сам 10 прочистить, правильно кушать и особенно исключить еду на ночь. Жирная, холодная и мучнистая с кремами. Такой продукт, как мороженое – это не для вас. Парные процедуры, прием свекольного сока, прогулки до пота – это для вас. Очистить полевую форму жизни. Седьмое. Впервые уриной начала заниматься в 1984 году. Попробовала пить и промывать нос свежей уриной по-йоговски. Эта процедура называется нети. Больше всего меня беспокоила желчно-каменная болезнь и желудок. Пила урины малая. Что-то опасалось. А нос промывала регулярно 3-4 раза в день 2-3 месяца подряд. Через 2 месяца появились боли в гайморовых пазухах и стала выделяться гнойная слизь. Я была удивлена этим и поражена, так как у меня никогда не болела носовая полость. К упаренной урины я очень пристрастилась и с ноября втираю ее постоянно. Одно время у меня появилось сильное сердцебиение, сильное привыкание как к стимулятору. Все тело как бы требовалось, чтобы я натиралась. Я стала по 5-10 минут натираться и смывать сразу же после обсыхания. Очень понравились ванны с упаренной уриной, прохладной. Оказывает успокаивающее снотворное действие. После первых втираний сильно болела печень. Один день начала повышаться температура. Сильные боли в печени, но не длительные. Потом сон 20 часа и все прошло. В этот же период у меня обнаружили заболевания. Лейлоплодия вульвы. Лейкоплакия вульвы, хронический дистрофический процесс слизистой оболочки вульвы, выражающийся пролиферацией и повышенным ороговением многослойного плоского петели и дальнейшим склерозированием тканей, беспокоил сильный зуд, который распространялся по всему телу. Я заметила, что после трех дневных голоданий насухо, которые я проводила раз в 10-12 дней, все явления утихали, но полностью не исчезали. После втирания упаренной урины еще более незначительные стали проявляться симптомы болезни, но полностью не проходили. В марте я решил окончательно покончить с этой болезнью. Проголодала 5 суток насухо, потом 7 суток на воде и урины. Втирала упаренную кожу. В мае на комиссии врач поставила онкоздорова. Комментарии. Я очень радуюсь за таких людей. Они берут ответственность за свое здоровье в свои руки и действуют. Были кризисы, да. Не испугались их? Нет. Характерная деталь. Организм еще здоров и сам человек не подозревает, что слизи спрессовалось огромное количество и уже началась разрушительная работа. А виной тому угасшая функция печени, еда на ночь, эмоциональные зажимы. От всего этого надо избавляться. Счастье этой женщины в том, что она вовремя спохватилась и действовала правильно и решительно. Рак. Моей маме в 67 лет сделали операцию непроходимость кишечника. Удалили метр кишки. После полутора лет после этой операции у нее была обнаружена опухоль в центре легких и поставлен диагноз рак легких. Прошло еще пять месяцев и только тогда мне попалась книга Армстонга об уринотерапии. Я приехала к маме в мае месяца. Она выглядела ужасно. Похудела на 20 кг под левым ребром и на месте наложения шва уплотнение размером в кулак. За ухом образовался нарост. Есть она не могла, так как после еды были сильные боли. Принимала обезболивающие таблетки, но наркотиков еще не принимала. Мы решили начать уринотерапию. Десять дней она голодала. По два-три часа в день втирали урину в голову, шею, ноги, спину. Боль утихла. Через 16 дней я уехала, а моя сестра продолжала давать урину, кормить ее. Мама ела только апельсины. Через месяц я приехала и усилила уринотерапию. Мама начала есть сыр, свежие огурцы, помидоры. На живот перестала жаловаться и только говорила, что ей плохо поташнивает. Я как раз купила в вашей книге целительные силы и сразу приступила к прикладыванию упаренной урины. Успехи были налицо. Уплотнения начали рассасываться, кожа очищаться. Но маме не хватило сил и 2 октября она умерла. После смерти из уха хлынула зловонная жидкость. А на животе открылся кратер вулкана, но без гноя. Благодаря урине мама смогла прожить 4 месяца бессильных болей и наркотиков. Если бы мы знали об урине раньше, то никогда не позволили бы ей сделать операцию. Комментарии. В данном случае надо было вовремя выводить из организма разрушенное голодом и урины. Глиняные катаплазии сыграли бы свою очищающую роль. Кушать надо было не апельсины, а свеклу. Пить из нее свежевыжатые соки до литра в день. Естественно, при участии было постепенно с чайной ложки. Конечно, и время было упущено, и средства не совсем правильно были подобраны. Но вот таким образом вы можете спасти человека от мучений в запущенных случаях рака. Почему после смерти хлынула зловонная жидкость, а на животе открылся кратер вулкана? В этих местах был застой энергии, который во время своего выхода при смерти перестал сдерживать материальные частицы. Они теперь ничем не сдерживаемые, потекли из организма в виде жидкости и образовали кратер. Операция по удалению метра кишки из-за непроходимости была абсолютно не нужна, так как непроходимость была вызвана энергетическим застоем, который так и остался там же. Об этом свидетельствует подташнивание после принятия пищи. Удали его с помощью дыхания счастья, и проблемы были бы решены. Операция ослабила организм. И в тех местах, где были энергетические застои, началось быстрое перерождение ткани. Рак в легких. На месте наложения операционного шва уплотнение размером в кулак. Рост на роста за ухом. Что самое обидное, это то, что энергетические раковины остались в полевой форме жизни умершего человека. В мире полевых форм, когда происходит преобразование с изменением формы и структуру полевой жизни человека, эти раковины сжимаются, свертываются, переходя в скрытое состояние. Но при следующем воплощении они будут активированы соответствующими жизненными ситуациями и обязательно дадут подобные заболевания. И в своем новом воплощении человек не будет знать, почему он заболел. Будет тщетно искать причину, безуспешно лечиться. Вот так карма из явного переходит в скрытую семена, а из скрытой в проявленную зрелую. Уникальность этой книги в том, что вы в этой жизни можете очистить себя от огромного многообразия, вызревающей в вас кармы. И уже в этой жизни воспользоваться всеми преимуществами такого очищения. Продолжение следует... Продолжение следует...